Здравствуйте! Эту историю мне особенно хотелось озвучить, и не только потому, что люблю наш канал и его слушателей, а еще потому, что сама являлась свидетелем всех изложенных в ней событий. Итак, приступаем. Все началось в феврале 2012 года с телефонного звонка. Звонил рабочий мобильник. Назойливо повторяющаяся мелодия начала раздражать. «Да что ж такое! У меня выходной!» Однако трубка продолжала тресвонить. Горя желанием объяснить некоторым правила хорошего тона и воспитанности, Йола решительно схватила телефон. На экране высветилась таможня, и гневные помыслы вмиг улетучились. Йола, как профессиональный переводчик, оказывала помощь многим организациям, в том числе и таможне. С некоторыми ее сотрудниками даже сложились добрые приятельские отношения. Вот и сейчас в трубке прозвучал знакомый голос. «Йола, прости, прости, прости! Знаю, что выходной, каюсь, посыпаю голову пеплом, но ты здесь нужна и срочно. Машину за тобой уже едет». «Что?» «Алекс, ну это нечестно! Машину выслали! А если я не могу!» «Ты заболела?» – обеспокоился Алекс. «Нет, здорово, но...» «Значит, никаких но!» После этих слов Алекс отключился. «Вот же нахал!» – подумала Йола с улыбкой, без злости. Алекс был славный. В нем поразительно уживались сухость профессионала с обаятельно-остроумной легкостью человека. В дороге Йола на себя посетовала. Не спросила о причине такой срочности. Обычно предупреждали не менее чем за сутки. «Ну ладно, разберусь на месте». На контрольном пункте сразу заметила стоящую в стороне фуру, около нее группу людей и возвышающуюся над всеми фигуру Алекса. Увидев Йолу, он поднял руку, приветствуя и одновременно приглашая присоединиться. «Сюда, сюда! Сейчас все поймешь!» Подойдя к фурии, Йола замерла, пораженная увиденным. Все внутреннее пространство было заставлено клетками. И в каждой – щенки. Много щенков. Разных пород, мастей, размеров, расцветок. Общим был взгляд. Испуганный, измученный, тоскливый. «Откуда? Как? Почему?» Вопросы вырывались сами по себе, а глаза метались от клетки к клетке. Контрабанда. 272 щенка. От увиденного все в шок приходят. Бедняк сутки везли в духоте, без еды, воды, света. Ладно, сигареты, вино, другие продукты. Оно живое, беззащитное! Мужчину переполнял гнев. Йола почувствовала, как и в ней закипает злость. Она взглянула на Алекса. «Надо их срочно напоить, накормить. Уже сделали. Но больше всего они страдали от недостатка воздуха. Сейчас вот только ожили и выглядят получше. Вот только один...» Мужчина указал на клетку с неподвижно лежащим щенком. Алекс вздохнул. «Пойдем, Йола, сделаем все необходимое для привлечения этих недочеловеков к ответственности». Таможенник направился в сторону служебного автомобиля. Йола уже собралась последовать за ним, как вид неподвижно лежащего щенка ее остановил. Прикоснувшись к тельцу, почувствовала исходящее слабое тепло. Зародилась надежда. «Надо разогнать кровь. Для этого...» Йола принялась энергично растирать щенка, массировать уши. Реакции ноль. Что же еще предпринять? В «Вихре мысли» выплыл эпизод фильма, в котором врач возвращает новорожденного к жизни. В полном ужасе от себя женщина подняла щенка за задние лапы и встряхнула. Раз, потом другой. Боязливо взглянула на мордашку. И встретила взгляд. Тусклый, мутный, блуждающий, но живой. Возникло облегчение. Потом радость и ликование охватили женщину. Вспомнилось детство. Захотелось захлопать в ладоши, запрыгать, победно улюлюкая. Остановил не только статус взрослого, но и щенок, доверчиво лежащий на руках. Потом была работа, обычная в таких случаях, но с необычным соседством, посапывающим спасенышем. Так окрестили Йолиного щенка. Пребывший в составе ветеринарной бригады врач осмотрел щенка и успокоил, объявив, что его жизнь вне опасности. Он только ослаблен. Должный уход приведет в норму. При обследовании в каждом щенке был обнаружен чип. Но документы с информацией о собаке, породистость, кличка, сделанные прививки, отсутствовали. По-видимому, для подстраховки они были переданы преступникам по другому каналу. Наличие официальных бумаг увеличило бы стоимость щенков, то есть стоимость контрабанды, что существенно влияло бы на миру ответственности за это преступление. Весть о необычной контрабанде быстро распространилась по всему региону. Возникла непростая задача – обеспечить жильем и соответствующим уходом такое большое количество щенков. Подключились специальные службы. Население тоже не осталось в стороне. Даже возникло своеобразное сообщество людей, которых породнили взятые ими щенки. Среди них была и Йола. Тем самым, дополнив цитату из «Маленького принца», мы в ответе за тех, кого приручили. Словами. И за тех, кого оживили. «Сыновья примут щенка с восторгом». Но предсказуемо и реакция мужа. На неоднократные просьбы детей всегда звучало его неизменное. Дом – не место для собаки. Сейчас муж находился в отъезде. Йола погрузилась в поиск обоснований для замены его категоричного «нет» на более мягкое. К примеру, может пожить, но временно. В наличии имелись лишь умаляющие глаза детей и трогательная красота маленького боксерчика, черно-коричневой окраски с белой грудкой и умилительной мордашкой. Окрепший, повеселевший, он неуклюже топал по квартире, периодически оставляя по ходу движения лужи. Все необходимое для нового жильца, включая игрушки, приобрели в зоомагазине. Благо, он был неподалеку. Дома из подручных средств соорудили загон. Там постелили коврик, пеленки и водрузили туда щенка обживаться. Но как уговорить Андрея? За пятнадцать лет совместной жизни Йола хорошо узнала мужа. Настораживающая вначале суровость, сдержанность, немногословность, оказались нарочитыми, своеобразной броней, защищающей чуткую ранимую душу. Это давало надежду. История со щенками затронет его сердце. Неожиданно обошлось все без сложностей. О необычной контрабанде муж узнал из теленовостей. Присутствию в доме щенка не удивился. Подобное и предполагал, когда в одном из видеосюжетов о таможне заметил Йолу. Принимая сложность ситуации, многочисленность щенков согласен на временное проживание одного из них. «Ура! Лорд остается с нами!» – возликовали сыновья. «Во-первых, только временно!» – уточнел муж. «Во-вторых, откуда взялся лорд?» «Вы бы его еще и Байроном назвали!» Щенок, до этого крепко спящий, при слове «Байрон» открыл глаза, вскочил и, виляя хвостиком, подбежал к загородке. Это случилось неожиданно и забавно. Все, включая мужа, расхохотались, а щенок, побыв пару дней лордом, стал Байроном. Йола надеялась, что муж постепенно к собаке привыкнет и все рассосется само собой. Байрон быстро рос, проявляя удивительную сообразительность. Андреа делал вид, что не видит щенка, а может, действительно его не замечал, но время от времени спрашивал. «А что там с поиском жилья для подкидыша?» Однажды Йола не выдержала и заявила. Собака уже натерпелась в жизни, а дать ее – это предать, нанести еще одну травму, что бесчеловечно. И еще. Дети стали более ответственными, дисциплинированными, подтянулись в учебе, добровольно взяли на себя все заботы о Байроне. «Они заслуживают щенка». Муж вздохнул, этой темы больше не касался, но продолжал игнорировать Байрона. Однако на щенка это не действовало. Более того, он постоянно стремился показать, как Андреа ему важен и нужен. Интуитивно угадывал время возвращения мужа и радостно встречал его у двери. Байрон в желании привлечь внимание Андреа прибегал к разным способам. Мог, не мигая, долго смотреть на мужа, пытаясь поймать его взгляд. Усаживался рядом, укладывался, переворачивался сбоку на бок, порой робко прикасался лапкой к ноге, приносил ему игрушки. Чтобы успокоить возникшую в сыновьях ревность, Йола объяснила, «Вы для Байрона ровня, щенки, но человеческие, а папа хозяин, вожак». Холод Андреа в отношении к Байрону начал постепенно таять. Однажды, когда щенок приволок очередную игрушку и положил у его ног, он произнес, «Лучше б тапочки принес». И когда через мгновение собака появилась с тапочками в зубах, муж удивился, даже растерялся, потом впервые похвалил. «А ведь соображаешь!» Так было завоёвано сердце Андреа, и любовь из односторонней переросла во взаимную. Шли годы. Резвый, шаловливый, порой мелкий пакостник, озорной щенок вырос во взрослого красавца, удивляющий не только домочадцев, но и посторонних сообразительностью, умом и преданностью. Трепетная нежность Байрона к мужу оставалась неизменной, разве что возросла вместе с ним. Невероятным образом неладное Байрон почувствовал сразу. В день постановки мужу страшного диагноза пролежал в коридоре, не спуская с двери глаз. Болезнь была агрессивной. Андреа быстро слабел. Время проводил в основном дома. Для Байрона перестали существовать всем. В мире остался только один человек. Хозяин. Его любимый хозяин. Когда Андреа находил силы для прогулки, это был лучший подарок для Байрона. Нужно было видеть, как осторожно, исключая даже попытку натянуть поводок, шел Байрон. Время от времени, заботливо поглядывая на хозяина, как бы проверяя, не нужно ли чего, все ли хорошо. «Наш Байрон удивительный», говорил Йоле муж. «Он придает силы, успокаивает, а положит голову на колени, и боль будто бы уходит. А когда разговариваешь с ним, ощущение, что все понимает». Однажды, заглянув в спальню, Йола стала свидетелем прощания Андреа с Байроном. Собака безотрывно и внимательно взирала на хозяина. «Ну что, дружище, кладут меня завтра в больницу. Не уверен, что получится вернуться. Ты не печалься и не горюй. Главное, береги Йолу. Тяжко ей будет». «Ребятам, конечно, тоже не сладко, хоть уже и юноши». Андреа вздохнул, почесал Байрона за ухом. «Ну как, могу на тебя положиться?» Наступило молчание. Йола не смогла удержать слезы. Не смог и Байрон. Слезы катились, прокладывая в шерсти заметные бороздки. «Ну ты что? Собака моя любимая. Ну перестань. Мне нужно крепким быть. А ты, вон, мокрое дело тут развел». Андреа всхлипнул, но справился с поступившими рыданиями. «Байрон, Байронушка, хороший мой. Помни, полагаюсь на тебя. И еще, ты парень чувствительный. Думаю, голос мой. Сверху, оттуда, услышишь». Мужчина склонился к своему другу и обнял его. И оба затихли. Так состоялось прощание. Больше они не виделись. Собак в больницу не пускали, а Андреа, как чувствовал, домой уже не вернулся. Байрон, Байрон, Байрон затасковал, от еды отказывался, похудел. Однажды выскользнул из двери и исчез. Искали через расспросы, объявления по всему городу. Спустя некоторое время позвонил врач, лечивший мужа. Сообщил, что в больничном парке замечен крупный пес. Днем прячется, а ночь проводит под окнами больницы. Андреа упоминал, что у него была собака. Ваша случайно не пропадала? Сыновья бросились в больницу. Йола не смогла. Слишком свежи были трагические воспоминания. Оставшись одна, через некоторое время она услышала шум на лестничной площадке. Выглянула. У двери стоял Байрон. Тусклая, грязная шерсть в репейниках, остро торчащие ребра. Вошел и тут же в коридоре бессильно рухнул. Так и лежал. Йола присела рядом, она нежно гладила Байрона и плакала, плакала, плакала. Прошло время. Названное лучшим лекарем от всего. Острая боль утраты утихла, но на смену пришла жуткая тоска по родному человеку, от которой порой хотелось выйти. Йолиным спасением стали любящие и заботливые сыновья, резко повзрослевшие и ощутившие себя ее опорой. Это придавало силы, пробуждало желание жить. Женщина вернулась к работе, постепенно возобновила встречи с друзьями. Жизнь продолжала свое течение. Ребята определились с выбором профессии, совмещали учебу с работой, приход любви, увеличившиеся нагрузки не остановили, своих избранниц познакомили с мамой. В доме вновь засвучал смех, заиграла музыка, собирались гости, а Байрон продолжал быть центром всего. Но главной для него теперь стала Йола, хотя отношение к ней отличалось от чувств к Андрею. Здесь преобладали опека, забота, стремление сохранить, уберечь. Так Байрон следовал завету хозяину. Говорят, снаряд в одну воронку дважды не попадает. Но вторая поговорка «беда одна не приходит» порой побеждает. Сильные боли в спине вынудили Йолу обратиться к специалисту. Неутешительное заключение опухоль оперировать и без промедления. Накануне операции Байрон весь день пролежал, уткнувшись в Йолины тапочки, а в течение всей операции почти пять часов, поскуливая, смотрел в небо, будто разговаривал с кем-то или молился. Все разрешилось благополучно, хотя начало было сложным и непредсказуемым. Позже, уже в реанимации, профессор рассказал Йоле о ходе операции, даже добавил в шутку «Да, без ваших связей в небесной канцелярии нам было бы туго». Наступил день выписки. Байрон это чувствовал, метался от окна к балкону, от балкона и двери к входной. Младший сын, дабы уменьшить нетерпение Байрона, вывел его на улицу. Увидев Байрона, Йола попросила старшего сына остановить машину и вышла. Заметив хозяйку, пес радостными прыжками устремился к ней. И случилось неожиданное. Оттолкнувшись в очередной раз от земли, он не взлетел, а рухнул, неловко растянулся на земле и застыл в пугающей неподвижности. Минутная растерянность, звонок в скорую помощь. Врач констатировал конец жизни Байрона. «Как? Не может быть! Ему же только десять!» повторяла Йола, не веря в случившееся. Обширный инфаркт. Были и предшественники, с которыми справился. С последним не получилось. Вид любимой Йолы счастьем обрушился на Байрона. Оно его поглотило. Радостной волной устремилось в сердце, наполняя и наполняя его. И оно не выдержало. Разорвалось. Разорвалось на тысячи кусочков любви. И освобожденная душа устремилась вверх, в небо, к главному человеку в его жизни, хозяину. Да, к сожалению, жизнь приносит печали, но и светлых страниц в ней немало. У Йолы все хорошо. Сыновья закончили обучение. Один без пяти минут адвокат, другой делает карьеру в бизнесе. Старший сын взял боксера, внука Байрона. Йола не смогла. Ни одна из собак была несравнима с Байромом. Поэтому рядом с ней Крис, забавный, добрый и музыкальный от постоянного мурлыкания кот. Ну что, будем прощаться. до следующего эфира. А ваши лайки – лайки для отличного пса и верного друга Байрона. До свидания. Субтитры Продолжение следует...